Поздравить с Новым Годом! Поздравляю вас! Мы прочтем Псалом 61, 12 стих. Псалом 61, 12 стих. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Из года в год, при окончании Старого Года, при наступлении Нового Года, мы должны обозревать прошлое и заглядывать в будущее. И вот обозревая сегодня, в этот вечер, наше прошлое, мы увидим, что оно содержит печальное и радостное. Заглядывая в наше будущее, мы убедимся, что и будущее содержит светлые и мрачные краски. В отношении светлых и мрачных красок все годы жизни похожи друг на друга. Но разница в том, что у каждого человека свои печали и свои радости. Дорогие братья и сестры, пусть сейчас пройдут перед нами сперва печальные события нашей жизни, в окончившемся только что году. Сперва печальные события. Смерть, посетившая тот или другой дом, ту или другую семью, является всегда, всегда, без исключения, самым печальным, самым тяжелым событием. Передо мной стоит еще довольно молодая сестра, которая вчера в слезах после собрания подошла ко мне. Я ее давно знаю, и вы ее давно знаете. Та сестра, которая несколько раз играла на арфе у нас, вот там на ветху, где сидит этот наш дорогой хор. И ее мужа мы знаем, сестра Григорьевича Дорошенко. Особенно мне он близок, потому что мы были кое-где в течение нескольких лет вместе, разделяя нашу скорбь и печаль. Он хотел меня посетить в больнице, но так время ему не позволило это сделать вовремя. И когда он пришел, то я оказался уже выписанным. А теперь он уже лежит в сырой земле. И вот эта сестра, его осиротевшая жена, вчера в слезах поведала, как больно и тяжело ей было лишиться своего друга жизни. Повторяю, братья и сестры, что смерть является всегда самым печальным, самым тяжелым событием нашей жизни. Рана, которую наносит нам смерть дорогого и близкого человека, рана самая глубокая и рана самая болезненная. И все раненые рукой вот этого мрачного черного гостя нуждаются в особом участии с нашей стороны, в особом утешении. И не знаю, как мы относимся к тем, кого ранила глубоко эта черная гостья смерть. Проходим ли мы равнодушно мимо этих братьев и сестер, потерявших своих близких, или мы плачем вместе с ними? Проверим сейчас сами себя, каково наше отношение к этим потерпевшим самую тяжелую утрату. За истекший год много домов, много семей наших братьев и сестер были посещены. Это и вот страшные гости. Многие из нас были посещены другой неприятной гостью, болезнью. Болезнь у некоторых из нас была только временной гостью. То есть она посетила нас и ушла. И мы после ее посещения чувствуем себя совершенно здоровыми. Но у других из нас она осталась постоянной спутницей. Она сопровождает этих братьев и сестер, у которых она осталась, как постоянная спутница, повсюду. И при выходе из дома, и при возвращении домой, и при исполнении своих обязанностей, а иногда и ночью не дает покоя. Вот болезнь может только временно нас посетить и остаться может с нами на все дальнейшие годы жизни. Многие дети Божьи подверглись другим заболеваниям, которые мы называем духовными болезнями, дорогие братья и сестры. Какие же это болезни? Вот это духовные падения наши. Мы слышим из разных мест нашего братства об этих падениях братьев, а также и сестер. И нам хочется плакать о павших. И вместе с тем так хочется простереть руку к ним и сказать, не унывайте, упавшие, встаньте и пойдем вместе снова со нашим Господом. И таких падений немало и в нашей московской церкви. Были, братья и сестры, духовные охлаждения с некоторыми из нас. Может быть, сегодня здесь находятся дети Божьи, которые чувствуют это охлаждение в своих душах. Некоторые претерпели в духовном отношении нечто худшее, чем падение. Или охлаждение. Они претерпели кораблекрушение в вере. Это значит, что их вера разбилась. А разного рода камни сомнений, они больше не могут верить так твердо непоколебимо в Господа, в Которого верили. А некоторые и совсем утратили веру. Все это очень печальное явление в нашей христианской жизни, в прошлом. В числу невозвратимых потерь принадлежит потеря драгоценного времени. Вот мне хочется эту потерю особенно сегодня подчеркнуть. И эту потерю мы сейчас можем совершенно не считать за потерю. Те часы, которые пролетели, без плода, те дни, которые пролетели у нас, без прославления Господу, без служения Ему. Дорогие мои, мы можем не считать это потерями, но эту потерю драгоценных дней в нашей жизни и даже годов мы вполне поймем только на адрес смерти. Только на адрес смерти. То есть тогда, когда мы начнем цепляться за каждый день и даже за каждый час. Сейчас мы не цепляемся за каждый день, братья и сестры. И нам не жалко, если какой-то день, может быть, вычеркнут нами, хотя он прошел действительно напрасно, и мы легко его вычеркиваем. А жалеть мы о нем, напрасно прожитом дне, не жалеем. Но на адрес смерти, где действительно каждый час становится дорогим и хочется свою жизнь продлить, тогда мы поймем, сколько дней мы прожили бесполезно, бесплодно. И вот в истекшем году немало времени было проведено с нами бесплода и пользы. О, как мы горько это все оплачем. И я обращаюсь к молодым душам, которых вижу пред собою. Вы особенно, может быть, не способны ценить время, ценить годы, потому что вы молоды и перед вами, так вам кажется, дальняя дорога, много, многие-многие годы жизни. Ну что ж, из этих многих лет, которые еще вам осталось жить, почему бы там некоторое время не потерять, не прожить напрасно? Но так не рассуждайте, потому что умирают и молодые. Но пусть пройдут перед нами, дорогие братья и сестры, и светлые события нашей жизни в истекшем году. О них легче говорить с этого места. И знаете, я вам что скажу? Что число самых отрадных событий, о которых даже на небе радовались ангелы, это были, слушайте, покаяния и обращения ко Христу грешников. Мы слышим отовсюду об этих обращениях к Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу грешников. И у нас в Московской Церкви были эти обращения душ к Христу, были, братья и сестры. Это были очень отрадные события. И к числу весьма отрадных событий были или принадлежат присоединения к Церкви у веровавших через крещение. И опять вижу пред собой этот хор, дорогой, и знаю, что из вас приняли тоже некоторые крещения. То есть дали обет Христу. Идти за Ним, куда бы Он вас ни повел, и остаться верными Христу до последней минуты вашей жизни. Счастливы вы, что в прошедшем году вы этот обет Господу могли дать. Но и из тех, кто здесь находится, более пожилых, тоже немало присоединились к Церкви Христовой через крещение. Это все светлые события в нашей жизни, братья и сестры, в жизни наших церквей. Светлыми событиями и в прошедшем, в 68-м году, были возвращения отступников ко Христу. Вот тех, которые кораблекрушение в вере пережили, и они вернулись к своему Спасителю. Разочаровались в тех рожках блудных сынов, которые им враг души предложил, и вначале вкусными показались, а потом оскомину набили, эти рожки всего мира. И они вспомнили, как плохо они поступили, что оставили источник воды живой и обратились к водоемам, которые не держат воды, утоляющей жажду. Вот эти отступники от веры во Христа вернулись ко Христу. Разве это не радостные события, братья и сестры, а? А сколько вернувшихся к первой любви наших братьев и сестер Лаоди Фийцев. Я так называю тех, кто потерял первую любовь. И мы должны радоваться, что очень многие вернулись к первой любви, то есть к самой горячей любви ко Христу Иисусу. Отрадными для всех нас с вами были благословеннейшие собрания, которые проходили в этом самом доме, где мы сейчас находимся. Благословеннейшие собрания, братья и сестры. Подобные злачным пажикям и водам тищим, на которых Господь в течение всего прошедшего года питал нас обильной пищей. Вы помните эти собрания и знаете, что вы получили на них. Особенно светлыми моментами мы должны считать поборские высоты, где Христос преображался перед нами и сиял особым цветом. Не всегда Христос так перед нами сияет. Разные земные обстоятельства вот от нас его закрывают, его свет затемняют, но бывали такие часы, фаворские часы поистине, когда Христос преображался в своей славе перед нами, и мы тогда чувствовали, как загорелось наше сердце идти за ним и служить Ему. Мы должны быть Господу благодарны за те глубины, в которые Он нас погружал через Свое Святое Слово в испекшем году. Мы на много шагов подвинулись вперед в нашей духовной, в нашей христианской жизни. Мы приобрели с вами много откровений от Господа, братья и сестры, которых раньше не имели, и действительно в глубины вводил нас Господь, в глубины Слова Господнего. Мы увидели с вами также в закончившемся году немало чудес, которые творил наш всемогущий Бог в жизни каждого из нас. Можете ли вы, братья и сестры, хоть об одном чуде рассказать, который Бог сотворил в вашей жизни в прошлом году? Я бы хотел, чтобы все дети, Божьи, могли рассказать об этих чудесах Господних в их жизни. Плохо, когда мы не заметили ни одного чуда Божьего, которое Он совершил в нашей жизни. У нас, для примера, возьмем, было много тупиков. Вот вы знаете, что значит тупик? Зайти в тупик. И не знаешь, куда же теперь двинуться? Где же путь, которым дальше надо идти? Или возьмем другой пример. Много было узлов, таких туго затянутых, и мы никак не знали. Но как же развязать эти наши узлы? И личные, и семейные, и на работах наших. И вдруг Господь подходил и говорил, что вы мучаетесь над вашими узлами? Дайте, я вам помогу. Я ваш помощник и советник. И чудесно в его божественных руках развязались наши запутанные узлы. Правда, братья и сестры? Из тупиков наших Господь чудесным образом выводил нас. А если взять все его бесчисленные милости, его бесчисленные дары и благословения, которые мы от него получали, и которыми он нас буквально осыпал, вы знаете это выражение, осыпал, не то, что давал, но возьми, мое чадо, вот эту милость от меня, возьми вот этот дар, не так, Господь скуп, а он прямо осыпает, как из рога божественного изобилия, нас своими дарами, милостями, благословениями. Неужели, закончив год, теперь, и увидев все эти чудесные Божьи милости, мы не возьмем в руки наши арфы, если можно так выразиться, и не воспоем нашему любвеобильному Господу хвалебную песню. Вот это сегодня, в первый день Нового года, надо сделать, братья и сестры, воспеть Господу хвалебную песню. Печаль и радость трудно совместить. Если печаль в сердце, то радости нет. Если радость в сердце, тогда печали нет. Правда, братья и сестры? Это редко, чтобы можно было совместить. А вот на пороге Нового года всегда совмещается печаль и радость в наших сердцах. Печаль на пороге Нового года бывает по случаю того, что у нас было так много непослушания Господу и такое частое нарушение Его Божественной воли. А радость вот о всех этих славных делах Господних в нашей жизни. Так что на пороге Нового года и сегодня, в первый день Нового года, сочетаются эти два чувства печаль и радость в нашем сердце. А теперь, братья и сестры, мы с вами направим взор в будущее. Каждый наступающий год лежит перед нами, правильно мы говорим, в густом тумане. Теперь бывают такие по утрам туманы. Даже опасно ехать к транспорту. И много несчастных случаев происходит. И вот каждый Новый год лежит в тумане, в таком вот густом тумане. Каждый наступающий Новый год можно сравнить с таким загадочным сфинксом. И напрасно мы будем вопрошать вот этот Новый, наступивший 69-й год, вопрошать его о нашей будущей судьбе. Ты или брат, сестра, или я, если мы к этому Новому году сейчас повернем лицо и скажем, но наступивший Новый 69-й год, ты скажи мне, что меня ожидает. В этом вот твоем Новом году что меня ожидает? Поверьте, он будет молчалив, как рыба. Ничего не скажет нам Новый год. Но мы можем ожидать ответ, что нас ожидает от самого Господа. Господь наш не сфинкс, молчаливый, как рыба. Нет, братья и сестры, он через свое слово говорит к нашим сердцам и говорит много-много. И вот, дорогие мои, что нам Слово Божие говорит о нашем будущем, которое нас ожидает в этом Новом году. Прежде всего, Слово Божие говорит о новых благословениях, причем эти благословения будут дождями благословений. Слово Божие употребляет это выражение дожди благословений. Дорогие мои, мы обычно не любим таких ливней в природе. Мы тогда прячемся от этих ливней. А вот от ливней благословений Господней прятаться не надо, братья и сестры. Зонтика, пожалуйста, не раскрывайте над своей головой, над своим сердцем, чтобы спастись от такого ливня Божьих благословений. Нет! Подставьте себя под эти дожди благословений. Раскройте сердце широко. Пусть исполнят вас полнотой своей эти Божьи благословения. Нас ожидают и в этом 69-м году, слушайте, новые откровения божественных истин. Я сказал, что в прошлом году мы сделали много шагов вперед в нашем духовном росте, и в этом году мы сделаем тоже немало шагов вперед в познании Господа нашего и Его божественных истин. Нас ожидают новые плоды, которые мы принесем, братья и сестры, но только при одном условии, как Христос сам сказал, кто пребывает во мне и я в нем, тот приносит много плода. Мы хотим иметь много новых плодов для славы Христа, не для славы своей. Для этого надо пребывать, как можно больше пребывать в Иисусе Христе, и тогда Он будет в нас пребывать, и мы принесем много плода. Нас ожидают, братья и сестры, в этом новом году, знаете, что? Новые общения с Иисусом. У меня даже сердце, знаете, возликовало при этой мысли, что новое общение с Иисусом всех нас, любящих Его, ожидает. А ведь каждое общение, такое близкое, такое тесное, такое живое со Христом, несет нам особую радость. Значит, если новое общение с Иисусом нас ожидает, то и новые радости нас ожидают. Вот, дорогие мои, каков наступивший год, но если бы только это, если бы только эти благословения, эти откровения, эти многие новые плоды, эти общения с Иисусом, эта обильная радость от общения с Иисусом, если бы только это нас ожидало, мы тогда сегодня с какой-то особой радостной песнью пошли бы по пути Нового года. Но, слушайте, не это только ожидает нас. А вот что, посланник евреям, 9 глава, 27 стих, человеком положено однажды умереть. Вот тут уже, дорогие мои, запеть при этих словах радостную песнь трудновато, трудновато. Человеком положено однажды умереть. Однажды? А что, если брат, сестра, это однажды для кого-нибудь из нас здесь сегодня присутствующих выпадет как раз на наступивший Новый год. Как вы, братья и сестры, думаете, многих уже не было вчера на встрече Нового года из тех, которые были на встрече 68-го года. А вчера их уже не было. Они уже покоятся сырой земле. и для некоторых это однажды наступит именно в наступившем году. Поверьте, братья и сестры, я не пророк, не ясновидец, и не могу простереть свой перст и сказать, а вот эта сестра, я даже не хочу смотреть ни на кого в лицо, а то скажут, но брат сегодня был пророком, да при этом посмотрел на меня и предсказал мне смерть. Я не хочу, даже пусть мои глаза блуждают, но кто-то из вас, братья и сестры, дорогие, в этом наступившем году закроют навсегда свои глаза. И старые, но могут быть и молодые. Кому-то из нас черная гостья смерть придет в дом, как бы этого нам не хотелось, придет и не спросит нас, хотим мы или не хотим. Прочтем Деяние апостолов 14 глава 22 стих, где сказано многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. Надлежит войти многими скорбями в Царствие Божье. Если надлежит, значит, будут обязательно, надлежит, обязательно будут скорби, разные скорби. Их не миновать никому, никому, братья и сестры, в новом 69 году не миновать скорбей. Может быть, они не будут такими страшными, уж очень невыносимыми, но скорби будут, брат и сестра будут. Я в этом отношении смело пророчествую, да потому что мне Слово Божье сказало. Многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. Дорогие мои братья и сестры, Слово Божие нам говорит, Господь говорит, что будут у нас и искушения, и опять молодые сердца. К вам больше всего будет подходить искуситель со своими искушениями. Будьте на страже, прошу вас. Апостол Павел называет искушения раскаленными стрелами лукавого. Если будут искушения, значит, будут и падения, или могут быть и падения. Где искушения, там возможность падения. Если искуситель стреляет раскаленными стрелами своих искушений, то будут и раненые этими стрелами. Увы, будут и раненые. Некоторые из вас будут лежать и стонать от своих ран, которые сатана нанес раскаленной стрелой искушения. Совесть будет грызть. Почему я это сделал? Почему я это сделала, будучи христианином или христианкой, любя Иисуса Христа? Дорогие мои братья и сестры, вот это уже нас вами несколько пугает. Эти все светлые события, которые нас ждут, повторяю, они заставляют нас с радостной песнью пойти по пути Нового Года. А вот это, что я только что сказал, дорогие мои, и смерть, и скорби, и эти искушения, и падения, и ранения, это несколько наше сердце исполняет страхом. Но я вам прочитал слова, которые все равно, даже если все это встретится нам, хотя бы смерть в Новом году пришла со своей косою и встала около нашего адраболезни, мы можем и это испытание преодолеть с песней на наших устах и сердцах. Почему? Потому что сила у Бога. Если мы должны были бы надеяться только на нашу человеческую силу, беда, пропали бы мы с вами. Но однажды, говорит псалмопевец Давид, сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Так чего же нам бояться, братья и сестры, этих страшащих нас событий, которые действительно многих из нас ожидают в Новом году. Сила у нас есть, не наша, она ничто, Божья сила, сила Иисуса Христа, который обещает и на пороге этого Нового года пребывать с нами во все дни Его. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.